Нафармленные тобой гигабайты не сгорают. В новых тарифах мегафона неизрасходные гигабайты копятся и переносятся на следующий месяц бессрочно. Оставайся всегда на связи и без переплат с нашим самым быстрым партнером. Мы продолжаем Beyond Epic. Это Winner Bracket, второй, можно сказать, полуфинал винеров. И сейчас мы увидим третью карту Flight to Moon против Nygma. Господа, мы видим, что Nygma старается экспериментировать, что-то придумывает. Нет, мы видим, что Nygma пофигу. FTM старается играть на своем лучшем, показать класс, выиграть, дофармить, пройти максимально далеко на том, что они умеют. Но смотрите, у нас же предыдущая игра состоялась, и там люди ждут сейчас, ликвиды ждут своего оппонента. Представляете, если Nygma играет на то, чтобы вымотать их ожидания сейчас? В этой стратегии нет победителя. Может быть, они играют, чтобы вымотать самих с себя? Возможно. Возможно? Непонятно. Но, опять же, возможно, они так играют чисто, чтобы ничего не светить перед ватчем за выход в финал потенциально. Но вообще, я думаю, что они просто сказали, типа, играем, верим друг в друга, там все дела. Типа, БХ подала, сейчас развалю. В них же, типа, как он там сказал, мусорный герой, но у нас мир лучший игрок на этом герое, в Пронте Мага. Возможно, про БХ он ответит то же самое. Потому что спрашивали про БХ, которого не особо меняли за то время. И у Пупе, и у Кура оба сказали, что, типа, персонажик мы пробовали, тестировали, ему в весь время где-то чего-то не хватает. Зачем он такой нужен, пока непонятно. А тем более на корпозицию. Тем более. Ну, в любом случае, когда ты уже в серии выиграешь 1-0, ты можешь себе позволить. Тем более, что можешь упасть в озера. Тем более, не комфортно чувствовать. Сейчас падаешь в озера и завтра уезжаешь домой. Вполне себе неплохо. Тем более, ты уже дома. И отдыхаешь. Но зато F-Time будет вполне себе комфортно. Они окажутся в финале Винеров. Не угадал. Вместе с Ликвидами. А Ликвидов можно и раскатать. А там ты уже минимум второе место. Все отлично. Все замечательно. Ну, вот смотрим драфты. С чего у нас начинает неожиданно Агрмак? Неужели это для флэчика? Ну, это контр-феникс. Хороший герой, как говорится, из-за Булбаста. Это лучший герой против Феникса. Ну, вообще, то есть ты на линии душишь, ты в лейтгейме душишь, ты в мингейме даже просто впитываешь. Понятно, что там пользы мало, но баф он в любом случае полезен. А в лейте все герои под Булбастом разбивают яйцо Феникса, даже с саппорта. И, опять же, есть дразочек Фортанола, четверной каст здесь, четверной каст там. Ну, как бы, вот ты уже и убил вражеского кора, просто будучи саппортом. И на линии можно гриддить, можно взять какого-нибудь жадного кора, который, допустим, ну, там, что-то на уровне антимага, который будет немножечко. Ничего не делать, так, в общем, можно сказать, да, ничего, короче, он будет ничего не делать, и все за него будет делать Угар Мак, который вырывается с урбоменовым. Одному, второму, третьему, он просто раздает каждому, и после этого умирает, возвращается и делает то же самое. Ну, умирает, естественно, где-нибудь там, не знаю. Мне нравится это. Как-то в эфире слышно вот эти вот, не знаю, выделения. Мы можем. Точки, вот эти вот. Единственное, смущает Фурион, которого отдали, это единственное, что смущает. Ну, Фуриона уже и проигрывали сегодня, поэтому ничего страшного. Нет, понятно, понятное дело, да, просто смущает. Ну, с другой стороны, Меркл отыграл классно в первой карте. Смотрим, баны. Ну, в принципе... Матма, еще один герой, который, опять же, крайне хорош. Да, против всего, тем более под Огрмагом, у нас уже много было Корпотом, Центр, Олегка, Офлейн, причем собираются и через Криты, и через МКБ, то есть по-разному. Понятно, почему забанили вопрос, что будут делать в Флайт Умун, и будет ли у нас какой-нибудь сейчас выезжать крепкий пушащий персонаж. Или все-таки упор сделают в Тимфайт и Лейт. Я вижу этого, Лансера уже вижу, Морфлинга вижу. Тут столько героев слева уже выезжает, справа мало ответа. И на Лансера, и на Морфлинга. Просто смотри, смотри. В рамках первой игры у нас на чем играл Виха? На Вейрочке, на которой он доезжал до топ-2 НТ. У нас в следующей карте он играет Минвокер, на котором он не доезжал до топ-2 НТ, и вообще плохо сыграл. А значит, ты намекаешь на Мипа, да? Да, аккуратненько, просто опять же. Когда ты играешь против Феникса, допустим, плюс один, ты, наверное, на Феникс Шекер, что-нибудь такое. Ты такой сидишь и говоришь, капитан, слышь, давай не сегодня. Возьми что-нибудь нормальное, сейчас сыграем, просто дефолт. А тут Огар и Рубик. Это как раз два героя, которые не то чтобы Мипарю сильно мешают. Ну, я бы брал Мипаря, если бы у них был Ласпик, тогда бы Мипарь хорошо заходил. А так Ласпик у Флайта Мун, поэтому есть маленькая опасность, что все-таки что-то Флайта Мун да придумал. Ну да, просто смотри сейчас. А вдруг будет ситуация, в которой появится ПЛ, и появится какой-нибудь оффлендер, ну, формата соло героя, когда там какой-нибудь, опять же, условный бейсмастер не появится, но типа того. Нет, жадность-то не накажет. Я бы сказал, что тут как бы и Бруда, на самом деле, улыбается для Анимы. Да, их играть и на том, и на том. Она реально продавливает так неплохо, особенно с такими героями, которые по всем линиям начинают давить, и Флайта Мун придется разорваться. Поэтому я бы на месте Флайта Мун что-то бы на всякий случай взял, вот именно что, за место ты даст, а ешь на какой-то урон. Потому что под Огра, конечно, хочется взять вот себе. Сларк какого-нибудь, да, который сидит, вот это вот уже чики-чики, фиши-фиши тебе делает. Вот опять еще один герой, который как раз-таки не то чтобы наказывает Бруду или Мипаря. Все вот тянется, сейчас тянется, тянется, и, возможно, дотянется. Ну, то, что возьмет Нигме, это вообще сложно предсказуемо сейчас после их первых двух драфтов в рамках этой серии. Ну, мы всегда должны помнить, опять же, про условного антимага, потому что вот у Айнапа, допустим, Рубик Клок. По идее, в моем понимании, для антимага это с плюс-один довольно прилегкая линия. Ну да, зависит от плюс-один. Плюс-один бывает рак. Ну, если хоть сколько-то, да, можешь не умирать, просто кидать там обилки, то в целом это реально легкая для него. Справа какую-то фиксацию надо добрать. Пенис, конечно, классный парень, но без фиксации он слабоват. От него просто убегут на блогласти, нужно кому-то зафиксировать. Это не фиксация, это чем-то больше похоже на какой-то all-in со стороны Нигмы. И если это Чен, то это уже намек на Мипаря и на Бруду, то есть вообще на 1-2, потому что 1-2 очень круто продавливает с Ченом. Либо все же на какого-то антимага пауза что-то такое, потому что в рамках линии, как раз, какие-то персонажи, ауры свои от этой пассивки сильно халпуют, похо по региону ты стоишь, просто дерешься, и потом у тебя на 2-ом уровне уже появляется скрип. Условный кентавр, вот тебе условный стан. Ну, контроля нет вообще. Ну, вообще... Слушай, ты недавно и смотрел матч, где Санейко играл против Virtus.pro. ВВП НИБ, значит, матч. И там некто Санейко с доминатором на Чене бахнул 4 станы кентавров, так что тролль там просто... Это да, да, да. Ситуативно это очень хорошее. Ситуативно, да, но там игра такая была, то есть когда у тебя уже бегает Чен первый, понимаете, просто, а за Ченом еще идет 3 героя своей команды, то там, в принципе, уже все равно, что происходило. И так понятно, что игра уже была выиграна, а дальше... Ну, точнее, карбланш уже был, а дальше нужно было просто нажать на кнопки. Поэтому слева можно гридануть ланстером. Ланстер гридовый, потому что реально справа угроза, причем такая нехилая, могут наказать, причем дико. Но, блин, он хочется, он напрашивается. Ланстер все вообще убивает. Брать ластилера сразу. Да, ну или ластилер, которого могут закрыть. Потому что, опять же, если ты берешь ластилер, у тебя условно таргет, таргет, таргет. Ластилер закроется мипарем. Ластилер окей. И бруда тоже... Не, потому что сейчас у Flight of Moon таргет, таргет, таргет. Вот и он, кстати. Короче, мы хотим мипаря. Мипа, мипа. Пожалуйста. Но это было очевидно. Все расписывали заранее. Да, и самое интересное, что даже если какого-то героя Flight of Moon найдут, того, кто якобы закроет мипаря, получится игра, где Нигме нужно просто одного героя убить. Если они убивают одного героя, то мипарь разваливает всех. При этом у мипаря Санре и Феникса, который подхиливает всех пацанов. Хилл Чена. Да, сейчас еще какого-нибудь героя, можно сказать, который будет активно работать с мипарем. И здесь им... Причем в рамках такого драфта, я бы на майн-контроле, если он выдарит на фурене, еще бахнул бы Пайп Кирасу. Да, да. Пайп Кирасу, Кримсон и что-то такое. Чистая аура. Чисто, чтобы сильно холповать. То есть уж это дэмэджа здесь хватит, мипаря. Еще какой-то доминатор кому-то бы собрать, потому что 20% урона. Ну, типа на одного героя это так себе, да? Когда у тебя там 5 мипарей бегает, это солидный такой баф. Ты считаешь, что мипарь в команде. Ну что, нужно мипаря сильно напрячь на мид-линии. Да, мы знаем. Мы уже знаем. Да, представили состав по доте. Эта новость есть на всех порталах. Можно посмотреть. Ну, честно говоря, ничего такого... На cybersport.ru. Да, наш новостной партнер. В общем, ну, как бы там состав, он такой, видимо, на перспективу. Забанить лишрака и получат тинника. Забанить тинника и получат лишрака. Да, потому что... Ты все про нами, а мы про игру. Мы понимаем. Да, мы понимаем. В общем, звезд там не оказалось, поэтому ребята будут взращивать молодняк. Ну, иногда это... А потом поймут, что что-то не идет, и возьмут новых, как это обычно и происходит. Жестокие ты, жестокие. Нет, жестокие те, кто взращивает молодняка, потом берут новых. Это они жестокие. Я все лишь озвучиваю то, что произошло. Ну, вот Virtus.pro Pro, например. Не надо мне приступать их жестокие. Взроченный же коллектив хорошо отыграли на нескольких онлайн-турнерах. Ну, их убрали. И убрал их не я. Что за инсайды? Никуда их убрали-то? Никуда их не убрали. Ну, Панишко. Ну, Идана. Может, теперь там не играть больше. Еще ничего не знаю. Еще ничего не знаешь, но состав уже представили, его там нет. Мы про Virtus.pro Pro.pro Pro. А, про эти ребят? Ну, это пока нормально. А то я же даже испугался. Я вас прошу прошу прощения. Вроде них анонсов не было. Там провода. Затупил. Чувак там не играл, его еще и убрали. Да, слушай. Поизносились там небольшое дело. Так вот, я бы, смотри, я бы убирал справа Лешака, все-таки играл бы против Тинника. Потому что есть двух вариантов, на которых Айсберг на сможет сейчас изобразить такое спасительное. Тинника будет проще переиграть. Мое имхо. Ну, Тинником чаще Айсберг играет. Ну, скажи. Да он играл пару раз буквально. Ну, на Тине есть управы. Здесь есть Феникс. Феникс очень хорош против силовиков. Ну и там, опять же... Сан-Рей, яйцо, Тинни бьет не быстро, яйцо стоит, естественно. Да, опять же, еще один милишник будет, а против Шака он реально бегает или напрягает. При этом спроты, вот иногда ты понимаешь, что спроты они как бы, ну, просто спроты. А тут реально и Клокверк, и на Эксберг, и Тинни. Если поставить спроты, они там что-то будут возиться, обходить, там дерево проедать. Короче, Фуреныч, даже Фуреныч в этом пике уже улыбается. Давай еще на секунду подумаем, какой вот керри-герой может быть, который сильно бафнет. О, кстати, мы про него забыли. Хорошего героя забанили. А он... Ауджи про него помнят, например. Ауджи? Ауджи Абузера? Что ж, у него, получается, тоже про него помнят, раз они его забанили. Но они долго вспоминали достаточно. Ну, они от него отлетали, если я правильно помню. В группе. Именно вот с Мепарем против, как раз, и Элдерстана игра была. Ну, там Тобсон просто... Ну, да, да, пришел на 1600 ударил. Да. Как бы поздоровался. Мепарь не ударил на 1600 совсем. Любой герой для Миракла, который халпанет. То есть активно. Я бы вообще, знаешь, на Слардарова посмотрел против всего этого дела. А, это для Байн-Контролу Тимберсов. Возможно, да. Возможно, потому. Ну, очень хороший драфт. Право, дикая грязь. Ускар, это, конечно, интересно, но я не могу сказать, что я за него. Поэтому я на Мепаря. Нигма вперед, там все дела. Да, тоже на Мепаря. Двое за Нигму. Вулканбет. Новый легальный букмекер предлагает нам следующие коэффициенты. 2.35 на ФТМ и 1.55 на Тим Нигма. Коэффициент матч-виннер. Переходим к нашим комментаторам. По-прежнему там НС, по-прежнему джем, и сейчас они прокомментируют конкретно. Конкретно. Конкретненько прокомментируют, да. Ну, слушай, интересные драфты. В принципе, сразу было уже понятно довольно быстро, что там будет этот Мепарь. И оставалось только понять, как, собственно, будем мы его контрить. Но Хускар, мне кажется, не особо такое уж решение. Ну, слушай, показывали уже у нас в Light Moon разные истории. Например, Абадон против King of Pain в миде. Как мы видели, именно сам лайнап офигенно работает. Абадон очень круто стоит против King of Pain, как показал Айсберг. Ну, потом, правда, по игре вопрос другой. Вот Хускар против Мипа. По идее, линию должен неплохо Хускар постоять. И дальше, я так понимаю, уже так в драке по игре. Идея в том, что очень хорошо работает вот этот вот его новый, ну, относительно новый скилл, как он там? Innerfire. Он еще и Innerfire называется? Вроде как, да. Он и раньше назывался Innerfire. Ну, взрыв вот этот. Ну, да. Где все промахивают. Так и есть. Ну, вот это бам, все промахивают. Дизармит. Ну, дизармит, точнее, да. И вот, а ничего же не сделаешь на Мипаре. Ну, Мипари не бьют. То есть скилл очень хорошо против Мипа работает. На всех же работает, и все не бьют. То есть, получается, потеря ДПС колоссальная. Наверное, может, в этом какая-то идея. Плюс, ничего, я так понимаю, Хускар, это все-таки тоже возможность фаст Рошана забрать. И против Мипаря хотелось бы иметь возможность, если что, Рошана убить в один момент. Например, да, драчку выиграл. Или как-то вообще, может быть, хитро в смоке там пробрался. Так что противники не поняли. Так что, в принципе, ок. Тем более, взяли о него не думая. Ну, это, я так понимаю, была заготовка. В идеале бы, конечно, если бы Лас Пиком появился какой-нибудь Элдер Титан. Ну, его забанили. Они забанили. Нет, слушай, они что, потом самоубийцы? Ну, там, Мипарь, Фурион, Чен. Давай, говорит, Титана, отдадим, посмотрим, что будет. Как думаешь, что будет? Ну, а так... Такой, короче, не знаю, не знаю, Миракл. Давай отдадим, посмотрим. Но потом, говорит, ладно, шучу, ты что, дурак, что ли? И забанил его. Ну, и слава богу. Да, окей, ладно, посмотрим. Тут все не так однозначно. Но, на самом деле, Мипа — это всегда опасность, учитывая, что Мипа от Вихи. Мы уже неоднократно видели, насколько хорошо на нем отыгрывает. Контроль хороший, да. Да. Поэтому... Три, 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 три перчатки. Дота сложна, как в шахте. Три перчатки и три брейсера сразу. Пять перчаток надо купить будет. Ну, опять же, дефолтный билд пока что от генерала, как и в прошлой карте. И здесь ничего не меняется. Избивает Пеня. Пеня убежал уже. Нормально. Так, ну, Кэрри Лайфстиллер. В принципе, тоже неплохо, на самом деле, здесь. Но единственное, то, что достаточно много здесь будет давления в его сторону. Хотя парень довольно крепкий сам по себе, поэтому проблем быть не должно. На Reddit и на днях, ну, помимо известных историй, в которых там просто все, читал, что кто-то петицию создал, чтобы убрали золотые имморталки из доты. Потому что выглядит ужасно. Я полностью согласен. Все в золоте. Дорого-богато. Богато. Нам еще вышки в лепнине, пожалуйста. Вот. И мы будем сидеть. Я сейчас понял, что это два же разных, две разных имморталки, да, то есть спина и маска у него. Это три разных имморталки. И еще три вообще. И когти. И когти еще. Когти и маски, да. Я понял. Но это, видимо... И все золотые. У меня тоже они все три есть. Все золотые. Только маска. Вот, вещь, как это, бэкэнд и армс. Ну, нормально. И он весь такой золотой. Да это ужасно. Фулл сет? Да, ладно. Ужасно. Не-не-не. Что ужасно, вот это Леон в фулл-обвесе какой-нибудь, который... Он офигенный. Он реально весь какой-то... Вот он дорого-богатый выглядит. У меня есть весь обвес, это офигенно. Не надо мне. По крайней мере, не золотое все. Ладно. Тут у нас пока что расстановочка по линиям, и мы видим, что наверх отправляется лайфстилер. Мы захотели ставить, смотри, да, видимо, против Оскара. Видимо, там больно, больно будет. Да, здесь у нас будет против Витюна стоять в итоге. И Виха, и Кура будет, конечно, помогать, но Лоха тоже наверху. Снизу в миде нос Айсберг на Хускаре, против него Минконтрол. Но Оранжевичку, наверное, попроще, да, здесь против Кусика. Ну, гораздо проще, это само собой. Плюс пенечки будут работать, вот, в Хускару. Он их так пробивает, но не то, чтобы прям очень уж ему это легко дается. Пенечки будут напрягать, пенечки будут помогать им добивать крипов, в том числе. Мирка, кстати, на пиле, вот так вот. Но тут, на самом деле, флай просто так не побегаешь. Учитывая, что Тимберсоу на линии и прокачан в ролике, да? Оп-па. Да, плюс денежки. Постоянно тебе больно будет пробивать этот Тимбер. Пилить, пилить еще. Тем не менее, это все еще Огару, которого свой реген, вот мы видели, что-то в районе шести. Ну и плюс армор не забываем тоже. И армор, и реген, да. Хотя она получала очень сильная, надо прекратить бегать рядом с деревьями, возможно, как-то. Не исключено, что причина и в этом, конечно. От счастья. Так, у нас наверху уже нападение идет на Виху. Виху грызут. Неплохо. Виху живет. Также и Кура тут досталась немножко. Но пока нормально. Пока нормально. Все на линии вровень здесь фармят, а здесь другие. А в миде Хусик себя тоже отлично чувствует. Немножко проседает, конечно, Фурио. Ну и Генерал. Генерал вообще на фиг фарме практически. Линия постоянно пушится. Ну, судя по всему, особо тут уникать никого-то и не будут в этой игре. Ну вот, например... В копчиках Флай погибнет. Возможно, сейчас погибнет. Это не считается. Он даже и не погиб. На развороте может быть Джейча. Да. Под игнайтом, под крипами. Побежал Генерал. Бодиблок от Миракла. Батареечка работает. Ракетка залетает. Бодиблок от Миракла. И сюда. Миракл тоже в таверну. Даблкил. Ну это Генерал. Слушай, это вторая игра подряд, где Генерал делает даблкил в самом начале. Три вразера уже покупаются. Генералиссимус. В прошлый раз то же самое было. Там Генерал тоже же разменялся. Как раз таки сделал даблкил. Да. Вот так вот. На лох, по-моему, размен был как раз таки. Да, 2-0. Вот такое вот начало хорошее от команды FTM. Миракл возвращается обратно. GH тоже. В мид летит обратно Майнд Контрол на Фурионе. Ну а Айсберг здесь уже четвертый левел имеет. Ну а Айсберга мы понимаем. Проблем быть хорошим не должно. Вряд ли мы здесь что-то сильно сделать Фурион. Один, по крайней мере, точно. Да, они же качаются. Все везде качаются. Снизу бы тоже качались, на самом деле. Ну, сами Enigma, собственно, заагрессировали. Пошли далековато. Не рассчитали, что умрут. Так-то, да, тут линия контактная. Здесь фраги возможны. Но, по-хорошему, довольно крепкий и тимбер, и кокверок. Пробить их тяжело. Вот три броэсера как бы уже все не подрится. Скорее всего, все должны просто убегать. Круче, все везде фармят. Окей, два фрага было сделано, но это не супер важно. Посмотрим, что будет дальше. Интересно, когда там... Ну, в общем, это такая игра, где, знаешь, драка за первого Рошана. Вот там все будет решаться. Чуть позже. А пока просто все лайны стоят. Вряд ли кто-то получит какое-то серьезное преимущество. Тем временем мы видим, что Майнд Контрол уже потихонечку камбэкает по крипам. Там даже начинает Айзберга пробивать здесь так неплохо с руки. А вот шестой уровень Фурион еще получит. Тоже может быть сразу какая-то драка, конечно же. Скорее всего, на нижней линии. Тут контактно все стоит. Очень ультфурион может сильно помочь. Ну да, тут как раз-таки вот опять нападение на GH идет. GH. Еще и клэпает Урса. Как же больно GH. Он под станом. Нужно отсюда как-то уходить, улетать. У него есть, конечно, каратайф. Он до последнего. До последнего держит, да. Тянет, так сказать, резину. Разводит на время. Там фласка есть, если что, полетела ракетка. Как раз-таки ее и ждал Феникс. Фласку сразу на себя накинул. Вон, где Миндзейдж, конечно. Ну, а Меркл пофармливать в этот момент? В миде. Нападение на Айзберга. А, нет, это на мейн-контрол нападение. Да, Алоха. Алоха отличная перетяжечка. Полезный. Волшебник. Полезный, да. Включился. В этот раз у нас это не Рубик, который бегает до шестого с первым левелом. До шестой минуты точнее. То есть у него здесь хорошо все. Помог, сделал фраг. Возвращается обратно на линию. Генерал здесь продолжает фармить также. Флай продолжает эту движуху какую-то наводить. Возможно, поможет. Нет. Тут будет драка. За паунтосики драчка наметилась. Неплохо так пробивает Джейча. Улетает отсюда. Ракетка пошлась. Джейни будет вроде. Да, вроде, да. Лай там ведет преследование. За баунтеру лучше бы сходил, наверное, все-таки. Ну, ладно. Не сходил, не сходил. Чего бухтеть, так, как говорится. Ну и ситуация очень ровная у нас мы видим по фарму. Прям очень и очень ровная. Ну, о чем и речь. Тут примерно так и должно было бы быть. Так, Генерал Мирокова. Не, ну, Генерал. Что творится? Третий фраг. 3-0 здесь на линии стоит. У нас Клокверк. Ничего себе. И очень битый Джейч. Наверху. Витюн. Свихы пока что борются. Сюда приходит Алоха. Ну, конечно, против двух Мепарей, конечно, особо-то не поразмениваешься как-то на Ластилере. Да, тем более рядом Чен. Помогает. Окей. В Чужом Лесу был сейчас Уолсон Флай. Да, поставил Вижен или что-то. Я просто не понимаю, это опять Багуля или там все еще лежит Баунти Руна. Лежит Баунти Руна. Лежит. В миде, точнее. Да, вот здесь заходит Генерал. Сюда пришел Алоха. И мы видим, что Феникс улетел. Очень битый. Потому что его хотели подловить в первую очередь. Ну, а в это время Миракл снизу кушает линию. На помощь прилетает Майн Контрол. И уже начинает кладать Т1. Да. Ультимейт, кстати, есть у Фреона. Можно попробовать к нему подраться. Миракл становится опасным. Потихонечку. Да, Клокерк возвращается обратно. Но уже поздно. Тавр никак не спасти. Его теряют. Да, Лоха здесь уже снизу. Наверх перетянулся Олесу на Флай, мы видим. Ну и там особо ничего Вихи не делают, конечно. Вихи начинают разгоняться потихонечку на Мипа. Миракл очень богатый. Да, но ведь он старается. Ультимейт пошел от Фреона. Что он сделает к нему? Кусает, 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 а? Такой. Ультимейт, Фреона, плохой. Залетел, никого не попал. Просто элементарно. Так у Рокки привел своих друзей. Лесных. Контролить пытается. Ну, сейчас блок. Больно. Блок, блок. Ай. Что за? Сам себя забл... Да, немножко здесь не подрасчитал, конечно. Не, он хотел. Я видел, как он ввел этого на сатиру, чтобы заблочить. Но в итоге он сам развернулся туда-сюда. Так, там уже за Т2 забегает Миркла внизу. Я уже думал, что неужели Тавр забрали? Да нет. Но просто заходит нагло и понимает, что ему помешать никак особо генерал не может. Наглеет. А в это время майнд-контрол. Здесь в спину ему выходит Алоха. Ну, классика, по большому счету. Тот самый обыкновенный Тимбер. Ничего нового. Так, лопата для Мипа достается здесь. Символично. Символично. Ну, да. Так, ну, генерал... Как говоря, майнд-контрол, ты... Просто он уснул. Эй, генерал. Блин, генерал вообще ошибок. Если не смог забереть. Поспешил, элементарно поспешил. Мог запирать и, скорее всего, убивать. С третьей батареи. Там ракета, кукшот, все было. Поспешил, людей насмешил, так сказать. Так, у нас атака планируется наверху от Айсберга и Олсен оф Лайя. Сейчас, возможно, будет нападение на Виху. Там Алоху избивают рядом с магазина. А, ну, он просто ушел на ТП. Просто ушел, да. Вышел, Виха убегает за Тавр, за вышку. И, может быть, все еще будет какой-то план-перехват. Смоки спали с Айсбергом. Он не понял, он не понял, что Виха... Он не знает. Да, он не понимает, что произошло. Да, Виха уже на пуще ушел к своему мипарю. И в итоге никого не... Ну, ладно, тогда нужно, наверное, просто на вышку накинуться. Или что? Раз уж сюда пришли, все равно не терять же время просто так. Так, флай. О, фраг. Так и есть. Ты знаешь, ты такой стоишь, фармишь лес. Приходит огур. И ты такой, оу! Четко. Подстакан лес еще мы видим для мипаря. Да, хорошо подстакан. Много стакан. Там три, там три, там... Кто-то постарался, GH или кто? Кто-то постарался. Ну, видимо, да. А, нет, это был Курокер. Возможно, он еще стакал при помощи крипов. Да, это классная штука. Даже так. Так, генерал возвращается. Да. Слушай, нет, это GH на стакал. Это GH. А Курокер нифига не стакал. Все, не при помощи никаких крипов. Просто GH все время внизу вроде стоял. Но стакал, видимо, недавно... О, генерал не попадает в мейн-контролу. А сюда уже приходит Мирокл. Ух, Утфуриона сейчас может бахнуть, если придет. Филит, филит Алоху. Алохо убегает. Генерал тоже отсюда пытается скрыться. Да, удается всем уйти. Без последствий. Никто не погиб. Но атака захлебнулась от команды FTM здесь. И тавр очень бит. И сейчас, наверное, может быть, подзинает. Меркл продолжает просто давить на этот тавр. Заставляет сюда стягиваться каких-то персонажей. В этом и задача. Пока ми пофармит. Отыгрываем от этих возможностей своих. Алохо хотел задинать. Но получает Чекрам, Роллинг Дес. Телекинезом откидывает Мирокл. Сюда на перехват летит уже майнд-контрол. И Алохо... Курицы Алохи убивают. Алоху убивают. Эх. В итоге минус тавр, минус Алохо, минус курьер. Да-да, неприятно. Там, где можно было просто отдать один тавр, потрачена куча времени. И еще и смерть, еще и курьер. И, кстати, Амиркл, я его знаю. Я видел уже этого парня. Он сейчас отсюда не уйдет, он будет Тир-3 пушить. Похоже, это правда. Он сейчас залезет на Тир-3 и начнет ее колупать по чуть-чуть, да? Да-да. Пошел уже. Так, говорит. Кто это у вас тут? Это Тир-3-вышка, да, называется? Ну да, он понимает, что рано или поздно сюда ходит. Кто-то тянется, и нужно поаккуратнее стоять, уходит. Да, и мне кажется, как раз он не понимает ничего. Ну, то есть он все прекрасно понимает, естественно. Туда идет генерал, туда подтягивается уже Олсен оф Лайв. Троем, возможно, сейчас попытаются Миркл одолеть. Прокает, но GH сейчас, наверное, выживет и забрал здесь еще и Олсен оф Лайв. На развороте пытается что-то сделать Алоха, не понимаю. Ну, возможно, скоро Телек? Да, через секунду. Да, Телек, Телек. О! Да, вот это, конечно, не очень приятно. В рейсбэнда плюс ПТ. Ну да, ну подходит, конечно, не то, что его прямо на подходе. Ну я на самом деле, ну что он быстро выформит там. Относительно, относительно быстро. Да, быстро Митпарь, конечно, пылесосит весь лес. Правда, не так у него много пространства для фарма. То есть там, скажем, меншентов. Кто-то тоже фармит уже. Ну, вообще, все все фармят. Нет такого, что он успевает там и какой-то лайн, и лес, и лайн. Фактически только лес ему остается. Но зато он спокойно успевает профармить весь абсолютно лес за минуту. И потом профармить его в другую сторону. Так, нападение на Миракла. Хорошие коги ставит генерал. Миракл получает стан. Чикрам работает, но Айсберг уже с армлетом, который, кстати, только что вот буквально к нему прилетел, за счет чего он выживает. Чуть не убил, кстати говоря. Да, да, да. На самом деле, Миракл Айсберга там. Баунтирумка достается GH на ровном месте за счет лопатки. Приятный бонус для команды Нигма. И вот, казалось бы, потеряли вроде бы Тимбера, но они все еще лидируют, потому что фармит лучше. Мипарь продолжает снова политься по Нетворцу. Ну, как я и говорил, с армлетом самое время пойти подраться как-то. Так. Ну да. Попушить, возможно, даже. Может быть, Рошан даже. Может быть. Может быть, Пуш, может быть, что-то. Не знаю, естественно, Нигма будут сплитить вот какое-то время, пока Мипарь не скажет, я готов. А скажет, что он это... Айсберг. Ой, ну как же. На ровном месте. Ну, он был на лоу-хп, а учитывая, что там хорошие нюки такие. Ну, это Хускар. Да-да-да. Вот он всегда на лоу-хп. Ну, тут как бы против тебя такой пик, что нюков много, да. Можно не доиграть армлетом и просто тебя ловят на лоу-хп. Тимбер не похож на лоу-хп против Хускара, много у него демеджа все-таки. И постоянно он его может наносить не так, что как-нибудь там Леонарс кастовался, не убил и все. А Тимбер нон-стоп, да. Крутит, вертит что-то вокруг тебя. И у тебя лоу-хп. И, как я говорю, в пиле Тимбера по идее вообще невозможно армлет забузить. Да. Мирокл пошел вперед, но сюда уже подтягивается команда. Уходит пока что. Алоха своровал очкам. Неплохо. Шот, на Мирокл нападает Генерал, закрывает двоих. О, майн-тантула. Хорошо сыграл. Пруты выталкивают. И Кентавр. Ой, и Витюнка сейчас будет. Да даже без него справляется. Это без Витюнка, да. Вынужден был потратить ультимейт у нас Феникс. Дальше погонят. А это Виха уже сатериалом? Да. На месте. А мы говорили, что будет быстрее. Быстрее, быстрее. Ой, и Витюн пытался спасти друга своего, но друг-то погиб. Витюн из него выпал. И, ну, сам по-как сбежал. Да, выживает Витюн. Но, опять же, и вот внезапно 5000 уже преимущество у Нигмы. Ну, план работает. Давит просто по линиям. Драки выигрывают. Мипа уже достаточно богат. С Зерелом мы видели. Можно отступить пока что, еще пофармить. Торопиться, опять же, некуда. Это теперь нужно ФТМ задумываться, что им делать в этой карте. Но ФТМ уже надо крепко задумываться, что делать в этой карте. Потому что Мипарь разгоняется. У Мипаря много? Ну, у Мипаря будет очень много скоро. И ты ничего не сделаешь. А как его убивать? Ну, как бы, Лайфстиллер может оказать некоторое сопротивление, да? То есть, например, вот я хотел сказать с Йолнером. У него, окей, другой вариант. Ну, тоже пойдет. Это такой билд на демидж в одну цель, да? Соло-таргет, да. Соло-таргет демидж, да. Но все равно неплохо там. То есть, ты можешь одного Мипаря покусать. Да, у него Итериал. Он этого Мипаря засейвит. Но ты начинаешь кусать другого. Кто это тут такой? Ну, майн-контрол. Бог с ним. То есть, а некоторое сопротивление все-таки оказать может Мипарь. Но именно что... Некоторое. Точнее, на экс-мипарю. Но именно что некоторые. Если Мипарь будет с таким же темпом фармить, ну, никакого сопротивления там не получится, скорее всего. Да, забрали майн-контрола. Мы видим, неплохой получился фраг. Но, опять же, легче ситуации для команды ФТМ не стало. Все еще они достаточно много проигрывают. А Мипарь все богаче и богаче. Айсберг тут пытается отбиться от крипов в миде. Пока что отступили на свою половину Нигма. А что дальше будет по билду? Здесь БКБ у Айсберга. Это понятно. БКБшка необходима. Аркейн руна, кстати, умерла. Это приятная рунка для Тимбера. Здесь Дизоль. Но если Дизоль, то дальше, возможно, Керасу. В таком случае. Потому что... Ну, если уж Дизоль, то что? Обычно там была Кераса. А, ну или, соответственно, Эбисол. 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 Ну, тут вопрос, что ты ходишь больше контроля или все-таки тебя интересует именно дэмэдж. Кераса это дэмэдж, а Эбисол это больше контроль. Дэмэдж тоже выглядит как штука серьезная в этой игре. Потому что как-то мипаря этого пробивать надо. Вообще, мипарь плюс чена это как бы такой известный абуз. Потому что пассивки стакаются очень хорошо. Пассивка мипаря на отхил, так скажем. Да, и пассивка чена. Ну, Дивайн Февер. Вот это вот. Которая амплифает, собственно, любой реген, да, и любой лайфстил. И в сумме, в определенный момент, когда и та, эта пассивка замаркшенная, он очень много лайфстилит. Ну, то есть его не пробить. Его там реально надо жестко фокусить. Да, но именно из-за этого лайфстила он действительно становится невероятно тонковым. Намного более тонковым, чем мы привыкли видеть и все привыкли видеть. Это давно уже используется, эта стратежка. По-моему, ее даже немного резали. Ну, что-то там немножко резали. Но все равно, как бы, оно остается рабочим, конечно, вариантом. Дезолятор. Да, дезолятор готов для Витюна, но проблема в том, что у Миркла готовы грипсы уже на команду. И теперь еще проще будет драться Нигме. А Нигма, вроде как, и планирует подраться, учитывая, как Миркл пошел далеко. И вот команда рядом, Витюн здесь, вгрызается в Миркла. Но Миркл... Ну, так, покусал чуть-чуть, но как-то лениво Миркла пытаться пробить, все равно фиг убьешь. А команда по-любому рядом. Ну, пока неплохо пробили, опять же. Не, ну это пока, он как раз пассив у нас так. Да, теперь пойди попробуй пробей. Вынужден Витюн отхиливаться фласочкой, потому что там в Роллинг Дез пробивать серьезно, так? Вообще, бэклайн бы как-то Нигмовский пробить. То есть там убить вот Чена, Фуриона, может быть, напасть как-то на Феникса, пока он вообще ничего не кастанул, и всех их убить. Но хуэ ты, и инфест-бомбы просто нет. Нет, вот единственная, да, с Клокворком, но тоже такая, то есть Клокворк может и не попасть. Ну и прекрасно все видели Нигма, куда отправился Генерал. А куда отправился Генерал? А он искать Мипа пошел. Искать Мипа, но как бы их здесь не нашли вообще. Кстати, хороший, СНС Ринг забрал. Он просто СНС Ринг забрал? Да, чужой, похоже. Лутинг. Вот это я понимаю, ну вообще так-то нормальный артефакт, я слышал. Ну СНС Ринг классный, да. Он, собственно, может его сам себе и оставить, чтобы стать еще более танковым. Правда, у него и так уже, как мы видим, много жизней. Ну да, ну да, оставлять себе, отправлять. А он тоже, он тоже, пока в нем Ластиллер сидел, смотрит на меня 3000 хп. Нафиг мне он нужен, Ластиллер, вырисовка, погодите-ка. Танковат что-то, да. Обман, обман. Так, ну ладно, нападение не произошло в любом случае. Большую часть карты, мы видим, захватили уже Нигма, продолжает фармить, Shadow Blade готов. Кстати говоря, слушай, а получается вот этот ультимент Ластиллера, когда он залезает и делает тебя сильнее, это отсылка к симбиотам, да, и Веному? Ну, возможно. Ну, ты учишься, да. Я понял. Ну, это прикольно. Ну, это логично, как бы, да, какое-то существо залезло. Это нифига не логично. Если бы в меня залезла такая хрень... Нет, в природе так не работает. Если какая-то хрень в тебя залезла, тебе становится хуже. Вот такая хрень. Ну, ж тем более такая хрень, да. Я думаю, что хорошо мне точно не будет. Но если брать с точки зрения фантастики, то обычно так это работает. Какая-то хрень залазит, делает тебя сильнее, и ты становишься супергероем. А! Возможно. Да, да, да. Звучит, собственно, как вот истина. Так, Сильвер Эйдж. Сильвер Эйдж, чтобы отличать пассивочку Хусику. Здесь все ясно. Ну, и вот, возможно, будет сейчас даже нападение какое-то. Но, правда, здесь сентрюшечки стоят. И так просто не выйти. Не парю. А Лебарда также готова против Хускара. И Ластиллер тоже будет не рад этому артефакту. Как бить, непонятно. А тут уже нападение на Витюна. Витюн. Ну, это такое, значит, нападение из разряда. Да. Вали отсюда. Потому что можем. Да, прогоняют его. И игра продолжается. Достаточно спокойно у нас получается третья карта. Всего лишь 8 на 6 счет. Да? Ну, 20 минут уже прошло. Кто купил Некра? Так, вопрос. Давайте посмотрим. Феникс. Феникс. Уволят? Да надо уволить Некра из игры. Задолбал этот предмет. Просто невероятно. Ну, это прям вообще бракованная фигня. Что больше задолбал? Аликан или Некра? Некра. Некра? Безусловно, Некра. Если не будет Некров, не будет Аликан. Вот как бы главный парадокс. Ну, что ж. Миркл просто пошел бить Рошана. Говорит, когда-нибудь я его убью обязательно. Может быть, долго. Ну, ему майн-контрол там помогает. Тут смог разбить от команды ФТМ. Возможно, будет драка прямо на Рошане сейчас. Но Рошан очень медленно падает. Прям супер какой-то убийство ложкой. Да. Айсберг пошел вперед. Прыгает с ультимейта. Генерал неплохо врывается. Из него вылазит Витюн и стоит в хогов. Да. Хоги съели, чтобы выбраться. Проблема у Вихи. Виху забрали. Отлично. Да, супернова взрывается. Майн-контролу немножко больно, но больнее айсбергу в итоге. Потому что Миркл взрывается и разрывает буквально его напополам пилой. И забирает, может быть, еще Витюна. Нет, Витюн убежал. Все остальные... Майн-контрол пошел вперед. Не ошибка ли это? Непонятно. Ну, генерал как раз-таки живет за счет того, что есть СНС Ринг, который он нашел в лесу в Чужом. Его не могут пробить. Майн-контролу больно. Вгрызается в него Витюн. Майн-контрол погибает. Миркл получает стан. Мультикасс прокает. Чакрам работает. Чакрам, кстати, работает от Алохи. Ой, да ладно. Просто Куроки крипами забил Найкс на 10 тысяч на Творсна. Ну, кашля. А генерал еще один раз поражал СНС Ринг. Пытается отсюда убежать. Армия крипов Чена за ним гонится. Миркл пытается нагнать. Санрей работает. Нужен Чакрам. Уворачивается генерал. Получает ускорение и выживает. Он в итоге... Ну и нужно посмотреть на Творсна. Драка, понятное дело... Как же ты захайпил этот СНС Ринг. Да я думал, что будет круто. Не, ну вообще, так говоря, так и есть. Так-то вообще-то это круто было. Не, ну он поражал его два раза. Как минимум, получил сколько там, хп 900? Да, 450 дает, если я не ошибаюсь. 425. 425, да. Но мне не важно. Я округляю всегда все в плюс. Ну, не суть важно. Что-то. Понимаешь, ты-то округляешь, а Мет уже уволили в чате. А, я понял. И, собственно, да, это жестко. Все-таки СНС Ринг среди Тер-2 артов, наверное, самый перспективный. А Вифа, конечно, погиб в прошлой драке, но, тем не менее, много ресурсов на него отдали. А оказалось, что там еще надо драться как-то с Тимбером, как-то с Фениксом. И что самое, конечно, крутое, это Куроки, как он доигрывает момент до конца, скрипов контролит там. Жестко, что-то джейк, но он заберет. Да, забрали Феникса здесь. Слушай, ну они с Таймином Рошана пойдут, наверное. Да, могут забрать. Опять же, там Рошана практически не пробили вообще никак не, урона очень мало было. О, Меркл сказал, дал нафиг. Мне это все неинтересно. Есть дела-то и поинтереснее в жизни. Есть дела поинтереснее доты в жизни? Ну, не знаю. Что вообще у нас в жизни происходит? Я из дома особо не выхожу, поэтому не в курсе как-то. Слушай, в интернет же можно выйти, в интернет. В интернет есть. Всемирная паутина. Слышал про такое? Воу, я бы сейчас процитировал там, ну ладно. Всемирная паутина. Не для эфира. Да, наверное, что-то происходит в жизни интересного. Вот у меня, например, ничего. Можно посмотреть, что интересного собрали здесь игроки. Алибарду мы уже отмечали. Алибарду. Shadow Blade отмечали, да, на Вихе, на Мипа. Это уже Вильвер. Интересный момент. Есть Meteor Hammer у Алохи, вот что. Это действительно интересный момент. Это интересный момент. Но это против Мипаря. Ну, видимо, да. То есть, Мипарь там в кучке бегается, этой всей толпой. БКБ у него никогда не будет, потому что это Мипарь. Поэтому можно накинуть на всю эту кучу Мипарей, соответственно, Метеорчик. И плюс подпушивать с ним можно. Да, и Метеорчик также он можно закидывать неплохо в Коги. Коги-Клокер. Если Ког хорошенько запрятал туда пару героев, то туда Метеор. Ну, в общем, такое вот решение, нестандартное. Не часто увидишь, прямо скажем. Но под ситуацию собран предмет. Да, ну и самое главное, что линза имеется, конечно, у Алохи. Без нее играть на Рубике неприятно. Ладно. Вернулся Миракл, но проблема теперь у Always Manofly. Его все еще нет в игре. Да, интересно, может быть, подлагивать сервера бывает. У меня в последнее время постоянно эта история. Да, есть такая ситуация. Можно пока посмотреть на левелы Компидоса, например. Так, ну, пока самый богатый майн-контрол, я смотрю, 2100. Ну, кто бы сомневался. Кто бы сомневался. Мы-то все помним про него. Богач этот буржуй. Да, да. Раскулачивающий. Ладно. У меня почти такое же. Да не, ладно, у меня почти как у Алохи. Я тут докупил себе еще бандлы. У меня поменьше. Ну, я тоже купил, но у меня поменьше. Я второй хук себе достал. Я тоже два достал, но это все, что я смог выудить. Ну, а что ты еще хотел? Хочу второй сундук. Как минимум, хочу. Уже. Потому что там как бы накопилось. Подожди, а ты знаешь, что третьих сундуков очень мало. Я вот посчитал свое количество. Ну, как очень мало. Сейчас я скажу, все скажут, офигеть, мало. Мало, нифига не мало, но 50 всего у меня их. То есть раньше было гораздо больше. То есть я к тому, что из 50 сундуков вероятность не достать вообще даже суперарку, она довольно высока. Ну, да, же там, да, настакать нужно много. Вполне можешь и не достать даже. Ну, там же, наверное, будет все равно эта тема, что ты можешь в повторке распылять на дополнительные сундуки и прочее, прочее, прочее. Поэтому шансы настакать можно. Да, шансы сильно повышаются. Ну, я вопрос к тому, что это у меня тысяча, это полторы тысячный уровень, да, и 50 сундуков. В этот раз третий сундук, он гораздо более редкий. Ну, это элементарный байт, естественно. Они добавят туда максимально крутую шмотку. Ну, да. Я не знаю, что это будет, но это будет что-то уровня вот этого Dark Artistry или как там Artistry, ну, ты понял, Invoker. Но это одна из самых хайповых смоток из сундуков. Ну, нет, я помню, я Джаггернаут очень долго доставал, мне прям очень понравился вот этот. Ну, были, вот есть несколько Immortal, прям редкие суперкрутые. Вот они добавят туда самую крутую, самую. И все такие будут покупать аппет-левелы, потому что ее никак нельзя взять по-другому. Они же не продаются теперь. В прошлом году продавались, теперь нет. Теперь только из сундука можно достать. Ну, или подарком получить. Ладно. Так, драка у нас тут за Рошана. Миракл, пошелчик-рамчик, попадает по Рошану. Спасибо, говорят, ФТМ. Быстрее еще заберем. Миракл не дотянулся, не дотянулся Timber Chain'ом. Прогатнивайзер. Так это он так погибнуть можно, да? Миракл, 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 Миракл. Два Митюрхаммера на команду. А у кого второй? Второй генерал собрал. А, ты серьезно? Ух, жесть. Не, ну, прикольно. Ну, так вот ми поконтрят, смотри. Да. Как бы кто-то скажет, современная дота, она и дальше начинаются звездочки, звездочки, ну, цензура же. Вот. Потому что в ней хрен что за контришь, в ней все от пика зависит. Ну, вот, казалось бы, ну, вот Мипа, да, контрица героями. А видишь, как ФТМ? Артефакт. Артефактами какими-то. Нестандартная игра. Я нечасто такое вижу, чтобы против Мипа люди зарашивали несколько метеоров. А они так сделали, у них ранние метеоры. Вообще согласен с тобой, потому что очень часто в последнее время всплывала тема, что, например, в Европе достаточно шаблонно играют многие команды, и нет никакого-то разнообразия, в отличие от других регионов. И, наконец-то, вот мы видим то самое разнообразие, и это не может радовать. Не, мы посмотрим, сработает ли это. Ну, по итогам, возможно, придется говорить. Ну, собрали, конечно, так себе. Собрали вы, конечно, молодцы, но... Так, у нас флай подставляется здесь, очень быстро. Первый пошел, второй ушел. Ну, и вот тяжелый цепанут у него, вот такая кнопка есть, и дальше как бы все. Так, ну тут Миракл бежит, здесь Майн Контрол бежит. А у него есть Майн Контрол, может, такой? Ну, нет, контроля не хватает. А, он еще и байтит. Байтит, байтит на себя. А у Айсберга проблемы. У Айсберга, конечно, есть Аегис, но у него есть еще и БКБ прыгать на Виху. И у Вихи теперь проблемы. Попробуй выживи. Здесь нет. Виха погибает, и еще и Майн Контрол там наполучал. Есть захил, конечно, но там армия подблачивает немножко Миракла. Нужно бежать. Витюн побежал вперед, залез в крипа Ченов, в самого лучшего крипа с сеткой, чтобы поймать кого-нибудь. Да, 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 да. Возможно, такой-нибудь. Сейчас, сейчас, но Миракл слишком быстрый. Сбить, 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 сбить. Сюда, говорит Витюн. Все, все. Но, собственно, Миракл-то дальше. В этом тоже есть. Не, ну, команда не поспевает. Просто команда не поспевает за Мираклом. Нет возможности как-то прилететь, как Фрёну на перехват. Пошла у нас ракетка. Возможно, Клок. Нет, у Клока нет ультимейт. Видит палево, палево, палево. Смотрите. Алоха, Алоха, Алоха. Рубает лес. А, ухот пилят. Не надо. Все. Ну, красиво. Красиво было сыграно от ФТМ. Сделали два фрага. Отлично. Конечно, нападать на Айсберга было плохой идеей. Учитывая, что у него есть БКБ. Просто не ожидали, возможно, этого Нигма. Так, а все. Они уже как-то вообще не могут Нигмы здесь ничего толком сделать. Ну, тяжело, точнее. Что-то могут, но тяжеловато. Потому что не выводит Мипарь. Много дэмэджа у ФТМ. Берстового. Берстовый урон хороший. Так. Генерал? А генерал что здесь забыл? А вот не знаю. Тут еще два. А, ну и Айсберг прыгает вперед. Он сейчас может умереть. Да, он вороняет Аегис. Сейчас Витюн остается здесь один. Пытается вгрызться в Куроку. Но есть много захила. Ставится яйцо Феникса. Метеор Хаммер полетел. Очень больно. Посмотрите, как бьет Чекрам от Алохи. Алохи забирает в итоге Виху. Отлично. И Айсберг после реинкарнации возвращается в драку. Правда, сейчас умрет еще раз. Жесть. Спрятали Витюна. Но там есть топорик. Вгрызается в Кура. Кура погибает. Кура кого-то пытался телепортировать. Кажется, это Миракл. Ну, вообще, сделали прямо, скажем, сейчас они полнейшую фигню. С той точки зрения, что у них доминация, все хорошо. Можно спокойно играть. Куда-то ворвались и много довольно отдали. Так, ну здесь ответочка залетает по майн-контролу. Он тоже куда-то побежал. Улетает. Да, просто бил бы убил. Ну да, мне почему-то тоже показалось, что урона хватало. Решил сыграть красиво. Ну ладно. Да, типнул даже. Скорее всего, они сами там пьутся, на фигню сидят из разряда. Ну, вот сейчас Флай заберут здесь. Да, а вот Флай, он не до смеха. Он стоял, фотографировал, думал, сейчас помогу. Да, и в итоге фотограф и получил по лицу-то, и в таверну отнялся. Да, но немножко FTM, так скажем, расслабились, но они забыли, что они играют против команды очень цепкой. Очень цепкой или нигманией не из тех, которые сдаются раньше времени. Да, они будут до конца доигрывать. И вот в этой ситуации ведь он мог бы призадуматься насчет покупки Abyssal Blade, башера хотя бы какого-то, потому что нужен контроль. Да, ему нужен. Да, вот он его собирается как раз. Он купил, кстати, помнишь, мы обсуждали, а с Кирасой или это... Сен-Джин-Яш. Или он купил саму какую-то фигню. Ну, вообще, вообще, справедливости ради скажу, что этот артефакт появляется в каждой игре в китайском регионе на любом кэре. Сен-Джин-Яш? Да, вообще. Ну, это против контроля, но здесь контроля-то нет. Че контроль, че контроль? Ну, я... То есть, получается, фактически контроль здесь нормальный такой. Это яйцо, взрыв яйца, пенни. Все. Ну, вот так. То есть, как будто бы Сен-Джин-Яши не выглядит, как здесь важный предмет. Средизм здесь, короче, не столь необходим. Да, вот Башек бы реально помог бы. Ну, обисал Кираса нужны, нужны. Вот, скажем, у Фуриона Кираса уже есть. Меж тем. Ну, пока Кираса у себя айсберг будет собирать, да. Поэтому решок придумать, а обисал Блэйд себе возьмет. Окей, Кираса будет на команду, здесь все понятно. Витюн побежал вперед, отступает пока что Нигма. За парчейна рядом. Ну, Виха продолжает выкачивать также леса. Ну, и пока все еще неоднозначно в этой игре. Тринадцатая, конечно, много для Нигмы, но мы видим, что ФТМ способны драться с ними на равных бородках. Да, вполне. Тут очень сильно зависит от того, как драка началась, кто что там начал и так далее. А вот, например, Флая поймали, Миракл здесь. Ну, уже неприятно вообще. Если он умирает на халяву, то лучше уйти. Да. Все-таки без саппорта тяжело. Миракл побежал вперед, начинает получать очень много урона. Миракл сейчас умрет. Да, он умирает. Правда, в это время пытается айсберга пробить. Но там БКБ. Там БКБ. Хорошо закрывает Виху. Виха успеет ли улететь? Нет, вроде как не успевает. Виха до конца дерется, пытается жить. Еще один буквально удар нужен по Вихе. Но какой там... Там столько контроля залетело от криповщена, от этого всего. Такой дикий захил, и в итоге выживает Мипо. И в живых остается только один Алоха. Ну, объективно, соль от Джей. Да. То есть Феникс все сделал в этой драке. Пока там все дрались, он просто поставил хорошее яичко сбоку. Вот сначала, ну, раскидал кучу дэмджа, у него еще и Шива. Потом поставил хорошее яичко, всех застанет. Потом еще просто лучом прогрел. Затилел, да. Посмотрено, дэмэдж его очень большой. Ну, понятно, у Мипо больше, но все-таки так и должно быть. Но, тем не менее, и контроль, и дэмэдж выдал очень много здесь Джейдж. Миркл как будто бы ни хрена не сделал, но получается... Есть такое понятие, широко известное в узких кругах, называется оно дредовская инициация. Ну, поясни, я не в курсе. Я не вхожу в этот узкий круг. От дреда пошло, это когда ты как бы просто подставился и умер, ничего не сделав, но твоя команда все равно выиграла драку. Это получается, ну, стало быть, ты был прав. Понял. Ты создал такую ситуацию, да, что твоя команда выиграла. Но можно сказать, что выманил скиллы. Ну, выманил скиллы и изменил позицию оппонента. Вот, Миркл показал нам пример дредовской инициации сейчас, или дредовские инициативы, как угодно вам будет. Вот, и, соответственно, драка была выиграна. Миркл, конечно, в этой игре немножко мемный такой, исполнительный. Тема он пока продолжает собирать себе артефакты на уплотнение, будет дальше Кримсон Гвард приобретать. Ну, все подряд для мипа, мипа, все в мипа. Это стратегия инигмы, уже не первый день они ее пытаются пропихнуть, все в мип. То есть, куча героев, все, типа, все саппорты, все саппортят мипа, все покупают все для мипа, и мипа, как бы, всех должен убить. Один раз Титану Джи своим степлером показал. Ну, он был в бане в этот раз, поэтому пока некому особо-то показывать. Нет какой-то контры, как таковой. Мы, видимо, взяли, что Кускара, но не сказать, что он прям сильно контрит. Пока... Не, он ни хрена не делает, на самом деле. Ну, да, как управляет. Ну, был момент, когда казалось, что все хорошо очень. И если, скажем так, Кускар жмет БКБ, то дэмэджа просто элементарно нет. Но мип-то растет, он тоже мальчик у нас такой, он развивается. Я бы сказал, он растет как на дрожжах в этой игре, потому что в разы быстрее набирается. Левел большой, денег много, и он все больнее и больнее бьет. Ну, Миракл опять пошел выманивать с пылы вперед. А тут генерала, по-моему, подловили, да? Генерала стерли. Хороший первый минус, еще подловили флай. Он запер с прутами. Как же его заперло. Да, он просто не может ничего сделать. Стоит АФК, тоже в таверну, без бай-байка. Кстати, погибает. Минус два, легчайшие пока что делают нигмы здесь. Ну, пошел сноубол, да. Ну, как пошел, 29 тысяч перевес? Продолжается, я бы сказал, больше. 29 тысяч перевес, да. Виха караулит. Но, кстати, по игре нет таких... Алоха пошел. Алоха. Ошибка. Подловил его здесь Виха. Подбайтил, возможно, даже как-то Миракл. Не знаю. Так и было. Алоха пошел ворвать скилла. А Виха уже ждет его на перехвате. Он на месте. Да, еще один минус. 24 тысячи и рошанщика, так понимаю, сейчас будет для команды Нигма. Потому что они уже в рошпите, там, мипари работают. Да. Бьют его лапа. Ну, это конечная остановка. Потому что Нипа, который сейчас возьмет, а Егис, ты должен убить его дважды. Еще и Сирок. Один бы развод хотя бы убить. На Куреоне каком-то или... Смотрите на количество аур сразу же. На мифа. Да, там много всего. Хотя бы разводчик бы забрать. Да, тут придется дважды. Я боюсь, что нет. Виха просто пошел в наглую. Уже на куску отрывается. Ну да, актуально делает. Страхует генерал. Там БКБшка прожимает айсберг. Пошел у нас Метеор Хаммер, конечно. Залетает все. Это неплохо. Но как же захиливать здесь GH плюс Кура. Очень много хила. Виха убегает. Нет, все-таки роняет Аегис. Но это только минус Аегис. Забрали айсберг. У айсберг нет байбэка. И прожимает глиф пока что. Пытается выиграть время. ФТ. Но Вихта не уйдет далеко. Сейчас захилит. Он вернется обратно. Да, вот здесь падает Т3. Миркл продолжает один пока что солировать. Нападение на генерала. Генерал под Саленсом. До свидания. В таверну есть байбэк. Он его делает. Рефрешер прилетел тем временем. Наверное сейчас прилетит только для Феникса. Будет еще одна Супернова. По идее должен. Да, уже прилетел. Или уже прилетел. Да, уже прилетел. Он может его прожать. Он видимо только что собрал. Если что, устроить. Ну, возможно сюрприз. Потому что возможно его и не прокликал никто. Ну, тут пока я без этого справляется. В любом случае падает центральная линия у команды FTM. Падает второй барак. Санрей. Захиливаем Миркл. Миркл просто создает спейс. Пока Виха отрабатывает ТВ. Там какой-то репейр-кит. Но для Мипа это что-то. Да, тут вот Витюн просто вышел. Получил плюху, сетку. Запрыгнул в Кентавра. Дал стан. Берлис. И пытается съесть Витюна. Кура, точнее. Куроки, да. Но Куроки еще и сейвят свои же. Там в это время Миркл кто-то пытается бить. Ничего не получается. Ну, Миркл вообще всю эту драку где-то бегал. То есть он просто создавал спейс. Там расталкивают всех айсберг. Но заканчивается БКБ, Санрей и айсберг тоже падает. Что творит этот Санрей? Это какая-то Мойра на максималках. Да, Витюн набегает. От Суперновые. Погибает айсберг без Байбека. Генерал без Байбека. Флайскорей сейчас тоже погибнет. Еще один минус сделают. Да, спрутки. Байбека нет, потому что только что тратил. Ну и вдвоем мы понимаем, что защититься никак не смогут АТМ. Ну, сильная, сильная страта от Нигмы, на самом деле. Сильная. Ее нужно как-то заранее понимать, что это может все произойти с тобой. Потому что вот именно Чен, Мипа. Все начинается с Феникса, а продолжается вот этим всем. Потому что синергия дичайшая. Синергия между хилами, амплифаем, вот этой пассивки Мипа, пассивкой Чена. Пассивка Чена амплифает еще хил Феникса, который хилит всех Мипарей, получается. Одновременно. Там и демиджи, и хилая, огромное количество, и тимфайт, и драка, и очень сложно. Вроде все делали правильно ФТМ, по большому счету. Один раз косякнули, окей, отдали чуть-чуть инициативы. Но вот этой чуть-чуть сразу хватило, чтобы они через 5 минут трон потеряли. Ну что ж, уверенная третья карта. Заканчиваются победы команды Нигма, и мы готовы передавать слово нашей студии-аналитике. Благодарим вас, уважаемые комментаторы. Переходим действительно в студию-аналитики. Нужно было найти управу на Мипаря. ФТМ справлялись некоторое время неплохо. Два Метеорхаммера, пожалуйста. Когда инициируешь, получается даже этого Мипа убивать. Но не получается, когда дефаешься, когда у твоего соперника инициатива. Но не только это лишь было в этой игре. Давайте начнем с самого начала. Ну, с самого начала, смотри, на драфте мы изначально предрекали пик Мипа. Уже было понятно, что они его возьмут, когда мы увидели первых трех героев. И после пика Найкса уже 100% было ясно, что сейчас ворвется Мипаря. Потому что четыре героя Мипарю почти ничего не делают. Он просто идет и съедает одного, второго, третьего, четвертого. Соответственно, пятому герою нужно было бороться с Мипарем. То есть, несмотря на то, что они кидали по очереди Метеорхаммера. И нужен был герой, который может Мипаря убить. Ну, и в моем понимании, ну, Тлешрак может убить Мипаря. Когда там ульта, диаболики, молнии, станы залетают. Ну, не Хускар. Хускар и Мхо, на мой взгляд, это какой-то ол-ин, такое легкое недоразумение. И если Хускар не сноуболит первые 25 минут, особенно против Мипаря. А сноуболить надо дико, чтобы они там лидировали тысяч на пять, на десять. То потом Мипарь просто забивает с руки у Хускара. Ну, а разве дизарм плохой спел против этого самого Мипаря? Да, хорошо, ты дашь дизарму, а он начнет пухтся, как бы. Он-то окей, я нанесу магический урон, потом еще раз побью. Да нет, тут еще такой концерт. Смотришь, что Мипарь крайне страдает, скажем так, в рамках линии против нашего общего знакомого Хускара. А здесь Нигма сразу поставили Хускара. Вместе с Ченом? Нет, Мипаря поставили вместе с Ченом сверху. То есть убрали бы с этой линии. То есть даже в рамках такой линии, в целом, против Хускара, он ушел бы просто в лес, подфармив бы свои слоты. То есть в целом когда-то у него все это появилось. В легкой линии засекьюренно сразу все появляется. И как раз Клишак всю игру, без разницы где он, когда, что и куда, он хотя бы наказывает. То есть Мипарь ушел с линии, ломаешь вышку. То есть можно было что-то придумать, что-то поставить. Конечно, Хускар здесь не был прям хорошим ответом. И это, я считаю, их немножечко погубило. Самая малость. То есть единственные варианты, где Флайт Уму что-то могли сделать, это моменты, когда они быстренько убивали Мипаря. Но здесь по-хорошему Мипарю нужно было просто играть поосторожнее. Ему не нужно было идти прям впервые всех. Потому что ему желательно, чтобы кто-то потратил свои сплы. Если его моментально не убивают, то там идет Санрей Феникса, отхил Чена, там все эти ауры, пассивки, все они, естественно, ставкаются. И Мипарь просто выхиливает. Следовательно, вот первые там два замеса, ну Виха подруйнил. Просто вышел первый, когда у него есть имбир, который может пойти вместо него. И умер мгновенно. И даже несмотря на это, даже несмотря на то, что Виха умер первый, Нигму умудрил из игры замес 4 на 5. Вот настолько все было круто. Ну он при этом и впитывает еще под Санрей. Да, просто бьет он. Много круче впитывает. Там 5 пацанов, все 5 пацанов бьют, и бьют они крепко. Но сейчас будут драки, где с двух Метеорхаммеров убьют этого Мипаря. Мы увидим, что это работает. Там есть несколько драк очень важных, которые начинались с того, что подстарел Санпер Миракл. То есть приходит он, прям в толпу заходит. Его очевидно, ну Хускар, Була Сильдерс, под всеми этими дебафны съедают. Он переврошание тоже просил добавить. Потому что вот, смотри, где команда. Команда, то есть один снизу, Мипарит, там что-то можно покидать. И подумали о том, что не надо. И в итоге Миракл не уехал. Смотри, как быстро он здесь будет умирать. То есть вот такие вот драки, знаешь, что-то такое. Примерный пристрелочный трай. Убиваем легко. Следующий замес, любой другой, начинается именно с того же, что... Если Миракл заезжает один, его убить легко. И очень важно, чтобы он был не один. И пару раз Нигма дали шанс. Подстарели Соло Тиммера. Подстарели Соло. Вот сейчас здесь быстренько убить у нас Виху. Без печали, да? То есть вот он просто стоит один. Не нужно так подставляться. То есть его довольно легко забирают. Вот. И по сетапе Фару Драк неудачно. Подставившись, дали возможность Файт Умана ворваться. Они сделали выводы и больше так не подставлялись. Поэтому смогли игру в свою сторону завершить. Хотя, конечно, пару подарков вот этих они успели сделать. Ну да. Ни Тимберу, ни... Мепарю не хочет драться, не чувствуя рядом Феникса, который всегда может отлично выхилить. И... Замечали мы такое. Ну а чем там? И даже с далекого конца можно дать свою ульту. И помочь выжить. Здесь просто сейчас Миракл будет выигрывать время. То я бы не сказал, что он выиграл время. Пытался, мне кажется, убежать. И Телепорт как бы нам про это намекал. Но он очень крепко подставился с тем, что просто забил Юзать Юлу. То есть мы смотрели, допустим, игру. Вот Сумаил на Фурионе. И там у него был Арчит в любой момент времени моментально выбирается на правильную цель. Арчит юзает. Все. У тебя вот лишние секунды, когда враг не кастует. С Юлом эти две с половиной секунды, когда враг не кастует, тебя не бьет, никуда не бежит и ничего с тобой не может сделать. Можно было, наверное, того же Ластилера закинуть. На Крипа, в котором он сидит. Короче, миллион способов, как можно было здесь выжить. Он избирал тот, в котором выжить не получилось. Почему? Непонятно. Где-то вот просел наш знаменитый 10к игрок. Не использует моменты на максималочку. Я думаю, у него был план, он его придерживался. И все равно это привело к победе. В целом он выиграл. В целом мы рассчитывали, что они выиграют. Тут был овердрафт. На драфте было понятно, что Нигмы как бы нужно было слишком сильно закинуть. Но здесь видно, что все-таки они слегка постарались в драфте. И даже несмотря на то, что было очень много моментов, где они реально продавали своего героя вначале, и команда подходила очень поздно, потому что все время, пока били Тимбера, уже мог стоять Нигму Феникс, уже мог Фурен кого-то бить, кого-то пилить Ластилер, точнее Мипарь. Даже при таком раскладе, где Тимбер умирает очень быстро, даже при таком раскладе они умудряются развалить 4 на 5. Поэтому тут видно, что слишком много всего у Нигмы. Тут перефарм уж 15. Да, то есть перефарм, там слишком хорошая комбинация по героям. В общем, здесь крутые драфты. Первая и третья игра, они круто подрафтили и классно линии расставили, поэтому Нигму в этой серии шикарно. Сыграли, не считай второй карты. Вторая карта — это чистый эксперимент. Да, чистый руин. Смотрите, как по баунтирунам-то Нигмы хорошо контролили. 26 на 9. Фурен, Мипарь, Чен. Мипарь, то есть ты прижимаешь противника, у тебя Мипарь одним стоит, остальные бегут, руны собирают. То есть это работает, и каждую игру их так делает, каждую. Даже уже это не вызывает какого-то удивления. Да, и важно помнить, что когда у тебя в Фурен, Мипарь, если ты хоть немножко отдаешь карту, там, допустим, твои вышки снесли, ребятки захватили инициативу, они выфармливают всю карту, забирают все баунтируны, все аванпосты, и против них бороться у макро весьма проблемой. Ну да, два героя для чистого макро решают много макро задач, и вот, пожалуйста. Да здесь, опять же, крепы Чену очень много тебе дают. Тут, опять же, был момент, где вот Димон говорил у нас в предматче, что мало контроля и так далее, но совершился во мнении, что когда-то контроля много. То есть здесь был момент, где реально эти крепы Чену Ластилера смогли съесть. Вот уж нонсенс. Пошли у нас сравнения. Сравниваем Витюна и Миракла. Ну, у героев были разные задачи, Витюн должен был вносить урон. Миракл уже собрал ауры. Вот они, и Гривсы, вот он, Кримзон, которые помогали команде. У меня ровно один вопрос к этой команде, собственно, где лотосы. Вот в этой игре один лотос орбусы бери, и все. Половина проблем, половина контроля у противника просто идет в никуда. Потому что всякие разные замедления тут же будут сниматься всякие вот разного рода контролли. Хочешь задать этот вопрос с Нигме? Не особо, но ты можешь попробовать это сделать за меня. Ну, потому что будет возможность. Мы сейчас поговорим с Майндконтролом. Если он уже на связи, мы готовы. Если нет, то мы подождем, естественно. Нам несложно подождать созвона с игроком. Я думаю, у тебя в основном вопросы по второй карте будут. Ну, вторая карта была такая, интересная, действительно. Очень хочется узнать, что же было в головах у игроков, когда они взяли вот это. Ну, напомню, что в последний раз ко мне спросили, что по визажу, он сказал, я сам бизнесе, зачем они его берут. А он играет, между прочим, с этими ребятами. Ну, хорошо. Так что не рассчитывай. Что-то должно, видимо, остаться в секрете. Я говорю, что, возможно, поэтому они переходят к Ура на созвоны, потому что он знает. И ему нельзя, нельзя делиться этой информацией. Он такой, ну нет, я же выдам, давайте кто-то другой. Ну, у нас получается с вами финальная БУ-3 сегодняшнего дня. Это Team Liquid против Team Nigma. То есть у нас такое вот будет мощнейшее, можно сказать, ну, дерби, тега, Liquid. И что, поэтому не выиграли, потому что попали они на Virtus.pro. И в этой ситуации обе команды дальше уже никак не пройдут. Останется только один из них. Потом узнаем, кто сильнейший. Это, во-первых, с одной стороны, с другой стороны, получается, в топ-4. Хотя бы одна из них команда будет. Потому что из двух из них команда одна точно пройдет дальше. Это плюс, конечно. Но минус, что там нужно играть против победителя пары Team Secret против Viking. Я не исключаю, что это могут быть и Viking в том числе, но и Secret тоже супер неприятный. Теперь ты могут подзалить. Ну, сегодня они проиграли Liquid, но я все-таки сказал бы, что Liquid были очень хорошо готовы. И классно все реализовали. Все свои заготовки, все свои придумки на сегодняшний день. Но и супер хайповый у нас финал Винеров получается. Вот посмотрим, насколько крепкости Liquid хватит сегодня. Old Liquid, New Liquid. Да, 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 да. Именно такой матчап. Ну ладно, пока у меня есть время. Я напомню еще нашим зрителям о том, что проходит конкурс. Косплей без переплат. Его название проводит его мегафон. Для того, чтобы принять в нем участие, вам нужно сделать очень простую вещь. Создать нереальный, креативный образ героя из доты. Делать его из подручных вещей. Фотографируйте себя на фоне нашей трансляции. Ставьте вот эти хэштеги, когда выкладываете эту работу у себя в группе ВКонтакте. В группе на странице ВКонтакте. Лучше на своей странице, конечно. И наши модераторы соберут эти работы, покажут аналитикам, и они выберут лучшую из них. Эта лучшая работа станет финалистом, и человек, который ее создал, сможет побороться за отличный приз iPhone 11 Pro. Вот такая вот история. Участвуйте, друзья. Очень много классных работ нам уже присылали. Я думаю, что мы сегодня посмотрим. Сейчас, скорее всего, будет достаточно продолжительный перерыв, потому что Нигме нужно отдохнуть немножко после сыгранной серии. Тем более, что она по времени получилась достаточно такой продолжительной. Поэтому я предполагаю, что сейчас, может, минут 20, может, даже больше. Поэтому в следующем включении мы посмотрим те работы, которые были присланы, и будем выбирать финалистов. Там же OneScore у меня будет здесь, да? Да, да. А он шарит. А он разбирается. Вот на него-то эту задачу и повесим. Пускай выберет то, что нравится ему. Потому что мы здесь посмотрели столько уже разных работ. Нас уже не удивляет, как из вентилятора делают очередного гирокоптера. Нас не удивляют десятитысячные ЦМ. Зато вчера, вчера у нас парень в болото нырнул, слепил себе из болота, собственно, из грязи тамбу и был анденгом. Ну, вот. Например. Или парень был, который попросил друга подержать так вот курицу, где-то на вот башкой, как спелил бисмастера. Сильные работы никто не отменял. Когда креатив прет, его невозможно сдерживать. Итак, у нас есть Майн-Контроль. Иван, hi. Здравствуйте. Как дела? Мы здесь хорошие. И как ты? Как ты чувствуешь об победе ФТМ? Это чувствует хорошо. Это были тяжелые игры, поэтому это хорошо победить. Ну, в самом деле, мы получили первую вопрос о мяпт номер 2. Что это было? Сначала в драме? В драме? Да, конечно. В драме. Давайте посмотрим. Да. Мы практиковали эту драме. И мы думали, что это было сильным. Но он показал, что это не было. Так что случилось. Ну, ну, аналисты здесь сказали, что это не должно быть так, как это могло. И на первой мяпе мы были очень удивлены, что Кроки играет Лайкан. Было что-то планировано для этой серии? Нет. Мы думаем, что это очень хорошая некро игра. Так что мы выбрали некро. И мы знаем, что Лайкан может джунгл очень быстро. Мы увидели это где-то, я думаю. Немного команда это сделал. Я не знаю, где и когда. Но мы увидели это, и мы знаем, что Лайкан может джунгл. Так что мы решили выбрали некро. Потому что это хорошо против Тайд и Сторм. И все их герои, практически. Так что мы сделали это. И на третьей мяпе, это было тяжело, чтобы играть с Мипа против Хаскар и других героев, которые ФТМ получил на мяпу? Я думаю, что это было тяжело, но мы не играли так хорошо. Так что Хаскар очень сильный. И они сделали что-то новое. Метеорхаммер, я не знаю, если вы видели. Так что это было очень сильным. И Метеорхаммеры удивили Виха немного. Да, это было тяжело. Они могли бы убить его, и они сделали это несколько раз. Так что вы сегодня у нас есть финал, и вы играете против Тим Ликвид. Как вы чувствуете об этом? Это как все Ликвиды играют против нового Ликвиду. Так что вы думаете о том, что вы думаете? Я думаю, они играли довольно хорошо против Сикрит. Это будет очень тяжело. Они играют сегодня очень хорошо. Так что мы увидим. Они будут тесты нас, конечно. И мой коллега меня спросил, почему вы не имеете в виду Лотус Орбов на третьем мяпе для того, чтобы выиграть в вашей оппоненте. Так что мы имеем Мипо и Тимбр. Так что я играю Профит. Так что я думаю, что я не хочу уйти в Лотус Орбе в этом мяпе. Потому что у нас есть Тимбр, который не делает... Я думаю, что Тимбр может уйти в Лотус Орбе. Это будет хорошо. Так что я думаю, что это трудно сказать. Так что это действительно будет хороший Итем. Я согласен. Но мы просто не думали о том, что это было. Ну, этот парень работает хорошо. Так что спасибо за то, что мы надеемся. Добро пожаловать в Лотус Орбе в Лотус Орбе. Я надеюсь, что у нас есть еще один звонок. Так что до свидания. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Товарищ режиссер, расскажу, конечно. Сдаем первый вопрос. Спрашиваем, что же это было на второй карте. Они говорят, ну, пробовали мы так как-то сыграть. И вот эта игра показала нам, что это не работает. Спрашиваем про первую карту. Ну, что там вот, собственно, с этим Ликаном понравилось. Они говорят, ну, это была очень хорошая игра для Некродеда. Но мы знали, что Ликана можно неплохо отфармить в лесах. Где-то это увидели, не помню где, так сказал Иван. И, собственно, это на карте получилось. Про третью карту поговорили чуть подробнее. Спросили, было ли сложно отыгрывать с Мепарем против драфта соперников. Да, достаточно было тяжело. Но Майнктрол признался, что играли они, ну, недостаточно круто. Могли и лучше. Спросил я, конечно, вопрос про Lotus Org, который просил меня задать Inmate. Подумал, задумался и сказал, что все-таки Яна Фуриони не мог собирать. Но вот Тимберсоу мог бы собрать, и, в принципе, был неплохой предмет. Спасибо, говорит, за такую подставку. У меня есть история с Ореном. Он мне всегда говорил, Димас, собери лотос. Я говорю, я не могу его собрать. Но, в принципе, вот тот игрок может. Может его купить. Не-не, вопрос, в основном, по Тимберу требовал, в первую очередь. Потому что есть кармора и крутая вот эта табилка. Ну, и, естественно, спросили противостояние новых и старых Liquid, что это для них. Он сказал, что они круто отыграли против Secret. Поэтому будет для них хороший матч, хорошая проверка. Собственно, к этому матчу мы и перейдем после паузы, на которую мы прерываемся. Она будет чуть-чуть подольше, потому что командам нужно немножечко отдохнуть. В общем-то, не уходите далеко. Делайте чай и собирайте все, что вам необходимо у устройства, с которого вы смотрите Доту. И увидимся. Продолжение следует...